Здравствуйте! В предыдущем видео, которое было выложено в интернет, мы рассмотрели тему, как можно сделать облегчённую версию образа файла Windows 10, скачанного с официального сайта Microsoft. В том видео были удалены только приложения Windows App. А в этом видео мы рассмотрим, как сделать ещё более облегчённую версию, удаляя более 200 ненужных компонентов. Всю эту работу буду проделать с операционной системой Windows 10. Прежде всего отключаем антивирус или любой блокиратор. Нажимаю все параметры, обновление и безопасность, безопасность Windows, защита от вирусов и угроз, управление настройками. И здесь отключаем защиту в режиме реального времени, этого достаточно. Закрываем. Теперь необходимо создать папку на любом диске. Объём папки будет где-то около 15 гигабайт. Поэтому выбираем тот диск, где есть больше свободного места. Открываю этот компьютер. Я буду создавать папку на диске C. У меня здесь свободного места много. Но папку необходимо создавать на том диске, где папки не будут написаны кириллицей, а только английскими буквами. Поэтому я создаю эту папку на диске C. Открываю диск C. Папку подписываем любым названием, лишь бы только было английскими буквами. Всё, папка создана. Интер. Папка чистая. Закрываем. Теперь необходимо настроить браузер, через который будем скачивать данные программы. У меня здесь других браузеров нет, только один интернет-эксплорер. Нажимаю его. Три точки в правом верхнем углу. Загрузки. Выберите папку для сохранения загрузок. Изменить. И изменяя место загрузки, прописываю путь к созданной папке. В эту папку будут скачиваться все необходимые программы для доработки облегчённой версии Windows. Теперь скачаем программу архиватор 7-zip. Если у вас уже установлен этот архиватор, то повторно его устанавливать не нужно. Переходим на сайт по ссылке, которая будет дана внизу под описанием видео. Все эти сайты бесплатные. Скачать 7-zip. Нажимаем на ссылочку. И здесь сохранить. Обязательно. Если работаем с интернет-эксплорером. И нажимаем на вторую ссылку для скачивания в WinToolkit. Нажимаем на эту ссылочку. Переходим на ту ссылку, где флаг в Великобритании. Можно и на другие, но я пользуюсь вот этой ссылкой. Нажимаем. Так же самое нажимаем сохранить. Идёт скачивание данной программы. Загрузки. Все завершены. Теперь браузер можно закрывать. Закрыть все. Теперь открываем проводник. Этот компьютер. Диск C и папку, которую мы создали. Как видим, в этой папке находятся два скачанных файла, которые мы скачали сейчас. И файл образа диска, который заранее был скачан с официального сайта Microsoft. Запускаем архиватор 7-zip. Нажимаем InStyle. Архиватор установлен. И нажимаем Close. Теперь распакуем программу WinToolkit. Нажимаю правой клавишей на файле и в появившемся окошке навожу на 7-zip. И в дополнительном контекстном меню нажимаю левой клавишей на Распаковать здесь. Программа распакована. Образ Windows в эту папку был загружен ранее и теперь необходимо распаковать его. Правой клавишей нажимаю на этот ISO образ и в появившемся окошке навожу стрелку на архиватор 7-zip. И в дополнительном контекстном меню выбираю вот этот пункт. Распаковать в Win10 2004 и так далее. Идет распаковка образа Win10. Образ распакован и теперь ненужной программе можно переместить в корзину. Этот образ распакован в папку с таким названием как оригинал. И именно этот распакованный образ будем перерабатывать под себя. Удалять ненужное приложение Windows. И делать все это будем с помощью программы WinToolkit и запускаем ее. Появилось вот такое окошко. Здесь нажимаем на кресень и закрываем это окошко. У кого еще появилось окошко с третьим названием, где данная программа предлагает отключить антивирус, то отключаем его. Там будет изображен знак блокиратора. В данном случае я закрываю на кресень. Нажимаем на верхнее окошко. Интегратор все в одном. Здесь наводим курсирное слово Browse. И в подальшем списке выбираем Browse for Win. Здесь указываем путь к данной папке, которую мы создали ранее. И наводим на это Win10. Здесь нам нужна папка Source. Ниже опускаемся и нажимаем на файл Install Win. Здесь раскрылись все версии образа Windows. Нажимая на тот образ, с которым мне необходимо будет работать, нажимаю его, выделяю. Нажимаем вот где звездочка здесь, все программы. Опускаемся ниже, компонент Removal. Открылось еще раз окошко с набором всех версий Windows. Выделяю опять ту версию, с которой мне необходимо работать. Опускаемся ниже, нажимаем Select Windows 10 Pro. Сейчас программа выдает все компоненты или, так сказать, приложения данного образа. Это займет определенное время. Все готово. Открылся список компонентов образа. Всего их 582. Компоненты выделены красным цветом или желтым. Категорически запрещается удалять. Потому что после удаления их, операционная система работать не будет. А все, что выделено, зеленое. И если мы это удалим, то операционная система работать будет. Итак, приступаем к удалению ненужных компонентов для полноценно облегченной работы в Windows 10. Вот с этими двумя блоками мы ничего не делаем. Их оставляем. Следующий блок Networking. Удаляем полностью. Кликаем по заголовку. И ставим галочку на любом из пунктов. Весь блок выделен. Посмотрите внимательно. Может что-нибудь из этих пунктов вам нужно. Например, диагностика сети. То снимите галочку, если он нужен. Следующий блок Mobile PC. Тоже удаляем. Ставим галочку. Если вы не печатаете на этом компьютере, то принтер можно удалить полностью. Но я удалять не буду. Пропускаю. Следующий блок System. Выделяем весь его. Нажимаем на заглавие. И ставим галочку на любом из пунктов. Весь блок выделен. Затем снимаем галочку из пакета Net Framework 351. И все, где выделены красным, тоже снимаем галочки. И если вы используете облако OnDrive и поиск Windows Search, то снимаем тоже галочки. Облако мне не нужно. Я галочку здесь не снимаю. А Windows Search это поиск. Поэтому я его оставляю. Галочку здесь снимаю. Следующий блок Hypervisor тоже ставлю галочку. Здесь мы будем удалять приложения, которые нам не нужны. Вот эти приложения Windows. Их тут 40. Это приложение бывшего названия Metro. Нажимаем на название Windows App. Получилось вот такое все выделение. Ставим галочку в любом месте. Каждый просматр по своему усмотрению, что ему необходимо удалить. А что оставить? Я почти все удалю. Только оставлю три компонента. Магазин, калькулятор и Pen. Снимаю галочку с Microsoft Pen. Нажимаем не на галочке, а на этой полосочке. Вот так выделяется теперь все. И теперь можно снимать галочку. Снимаем галочку. Опускаемся ниже и снимаем галочку Microsoft Store Purchase App. И еще опускаемся ниже и в Microsoft Калькулятор. Тоже снимаем галочку. Следующий большой блок, состоящий из 488 пунктов. Пакеты Framework пропускаем. Опускаемся ниже и доходим до строки, где написано Hypervisor. Выделяем верхнюю строку. Опускаемся еще ниже. Нажимаем на клавишу Shift и выделяем нижнюю строку Hypervisor. Теперь кликаем по одному из пунктов и проставляем галочки. Все, весь пакет этих ненужных компонентов выделен. И опускаемся ниже. Microsoft Storage Service я тоже удаляю. Ставлю галочку. И снова ищем пакет Hypervisor. Выделяем верхнюю строку этого приложения. Опускаемся ниже. До нижней строки переходим. Нажимаем на клавишу Shift и выделяем нижнюю строку Hypervisor. Потом на любом из пунктов проставляем галочку. Все, этот пакет тоже ненужных приложений, тоже выделен. Еще остается отметить один пункт. Опускаемся ниже. И нажимаем галочку на Super. Потому что если мы ее не удалим, то все обновления опять восстановятся на компьютере. Проставляем галочку. И на этом все. Еще раз внимательно просмотрели. Все ли мы правильно отметили. Все необходимые компоненты для удаления у нас выделены. Теперь нажимаем на верхнюю вот эту кнопку. Прямой компонент. Предупреждаю, что все компоненты будут удалены. Да. Идет удаление этих всех компонентов, которые я выделил. Это занимает немножко времени. В зависимости от мощности компьютера. Где-то приблизительно от 8 минут до 20. Удаление выделенных ненужных компонентов Windows завершено. Было удалено 229 компонентов. И чтобы сохранить результат этой работы, просто закрываем это окно. Появляется вот такая вкладка. И нажимаем на эту кнопку Save and Rebuild. Идет сохранение оставшихся компонентов. Это тоже занимает определенное время. Продолжение следует... На этом этап удаления ненужного компонента и приложение Windows App завершен. И теперь необходимо сохранить этот облегченный ISO образ файл. Для этого нажимаем на кнопку ISO Maker. И в появившемся окне нам необходимо указать папку с файлами, которую мы будем сохранить ISO файл. Нажимаю кнопку Browse и открываем диск C и папку под названием, которую мы создали. Вот эта папка, над которой мы работали все это время. Она имеет такое же название, как скаженный ISO образ с Microsoft. Все изменения, которые мы проделали, сохранены внутри этой папки. И все содержимое этой папки мы сохраняем в ISO образ. Выделяем эту папку и нажимаем выбор папки. Теперь необходимо назначить путь и изменить название ISO образа, чтобы смогли отличить, где вновь создан образ. Сохранять его можно в любом месте, но только не вовнутрь папки с образом, над которым мы работали. Нажимаю кнопку Browse, диск C и моя создана папка. И прописываю новое название для создаваемого образа. Прописали и нажимаю сохранить. Здесь тоже изменяю название метки на аналогичные прописанные при указании пути сохранения ее. Изменение названия метки не обязательно. Нажимаю на кнопку Create ISO и ждем создания ISO файла. В процессе создания ISO файла открывается вот такое окно, где отражается процент сохранения ISO файла. Все, готово. И по завершению создания ISO файла программа написала такое сообщение. Ваш ISO был создан. Нажимаем ОК. Закрываем на крестик. И давайте перейдем в папку и сравним по объему два файла образа диска. Вот этот вновь созданный файл образа диска. И как видим, что он по размеру отличается от файла образа, скачанного с Microsoft. Где-то на 1 МБ. Теперь его можно записать на флешку и устанавливать на компьютер. Но это будет другое видео. С вами был канал «Все своими руками 36». До свидания.